В лагере Волжанка Особенно любят 8-летняя Вероника и все остальные дети развлекательные программы. Каждый день в лагере бывают гости и устраивают интерактивные площадки. Сегодня к ребятам приезжал Симбик, герой из одноименного журнала «Ожил для детей». Вместе они успели поиграть в мяч и узнать об интересных рубриках журнала с 20-летним стажем. Мы очень гордимся тем, что у нас детская аудитория и поэтому огромная база у нас данных. Мы сотрудничаем со школами, сотрудничаем с детскими садами, с музеями и информационная наша сеть каждый раз нам предлагает что-то новое. Буквально две недели назад проходила Ночь науки. Поездки в лагерь с развлекательной программой. Основная часть совместного проекта – театральный калейдоскоп, журналы «Симбик», входящий в издательский дом «Ульяновская правда» и ульяновской детской библиотеки имени Аксакова. После игры в мяч сотрудники библиотеки устроили для детей театр под открытым небом. Площадок было две. На первой дети стали героями сценок стихотворения «Багаж» Самуила Яковлевича Маршака. Хватились на станции дно. Потеряно место одно. В испуге считают багаж. Диван. Чемодан. Саквояж. Картина. Гвардина. Картонка. Товарищи! Где собачонка? То есть каждый ребенок побывал в роли артиста. Пусть это роли были неодушевленные. Среди две только были одушевленные. Это дама, носильщик и собака. Две собаки. И несмотря на то, что это были неодушевленные роли, дети все-таки почувствовали себя артистами. Вот именно в год театра они поняли, насколько очень трудно и сложно быть артистом. На второй площадке мальчики и девочки пробовали себя в роли актеров театра кукол. Учились управлять перчаточными и тростевыми игрушечными артистами. Если кто-то захочет, значит, пожалуйста, в наш кукольный театр. Кто будет в Москве, в московский кукольный театр обязательно. Очень интересно. Не только детям, но и взрослым. Встреча с героями детского журнала «Сказок и театр» останется не только в воспоминаниях, но и на страницах издания. В конце развлекательной программы каждый ребенок получил руки по одному экземпляру детских познавательных журналов «Симбик» и «Антошка». Лена Талиулова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ. Новости Улправды ТВ